привет пусть ягова будет с вами сегодня я хочу рассказать про маленькие круглые щиты ягова вот например земляника она вот маленькая и круглая это и есть маленькие круглые щиты ягова почему они являются щитами почему они именно маленькие и круглые ну вот потому что они вот круглые а почему они щиты а потому что они вместе с копьями вот эта копья вот это стрелы ягова вот здесь земляники есть маленькие 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 иголки вот саму самой этом самом листе вот алис похож на пилу вот смотрите на на стрелы обоюдо острые вот а вот они не имеют вот таких стрел вот здесь маленький пушок есть а здесь вот пупырышки есть вот это маленькие стрелы а вот это маленькие круглые гладкие вот маленькие щиты ну вот семена да вот почему они такие разные почему именно такой формы потому что высокая энергия высокая статическая энергия молнии которая наполняет всю землю когда бьет молния на поверхность земли энергия распространяется по поверхности земли потому что под землей есть каменный уголь а каменный уголь это и есть изолирующий слой для изоляции энергии молнии она способна изолировать благодаря высокому давлению она изолирует низкое давление молнии вот поэтому энергия молнии не может уйти под землю она распространяется распространяется по поверхности каменного угля она распространяется через древесные угли созданием водорода и таким образом вся поверхность земли превращается в одну большую электролизованную землю и от всех этих стрел выходит энергия и начинает втягивать отрицательные электроны из воздуха но вот энергия выходит создает озон а отрицательная энергия входит через корни и начинает всасывать себе водород водород катион водорода а в это время когда энергия заряжается вот отсюда энергия выходит много энергии вот круглые растения они заряжаются энергией чуть медленней потому что они круглые имеют массу поэтому во время зарядки энергией вот маленькие круглые щиты дают отрицательные отрицательные электроны которые втягивают в них же в этих маленьких круглых щитах много катиона водорода а потом когда энергия молнии не падает ну там секунд 15 секунд 20 энергия не падает и происходит расход энергии 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 отсюда выходят создается озон и всем вся земля становится без энергии да именно тогда когда земля становится без энергии вот эти маленькие круглые щиты и говы они начинают давать энергию то есть она уже из минусового состояния переходит в плюсовое состояние то есть она становится плюсом и начинает в корне давать плюсовую энергию эта плюсовая энергия тянет от корней от земли анионы гидрокарбоната или бикарбонат вот таким образом эти маленькие круглые щиты и говы они сначала втягивают катион водорода а потом анион гидрокарбоната они выделяются при замыкании древесных углей и дождевой воды вот и таким образом вы можете использовать вот эти стрелы и говы и маленькие круглые щиты которые находятся в большом щите большой щит это каменный уголь и так прикрываетесь маленькими круглыми щитами и большим щитом и используйте для борьбы стрелы и говы спасибо за внимание и